Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Клей советов вышли из отпуска и уже провели первую тренировку на клубной базе. Первый сбор наша команда проведет здесь, в Самаре. За это время тренерскому штабу предстоит подтянуть физические кондиции игроков, доукомплектовать состав и провести несколько спаррингов. О том, как прошло первое тренировочное занятие самарцев после отпуска, расскажем прямо сейчас. Подготовку к новому сезону крылья советов начали на новом поле. Усилия рабочих не пропали даром. Идеальный изумрудный газон не только радовал глаз, но и вызывал непреодолимое желание, наконец, опробовать его в деле. Поле отличное. Самое главное, что мы наконец-то можем работать дома. Все без исключения футболисты приехали на сбор в хорошем физическом состоянии и занимались в общей группе. Правда, в полном составе волжанам собраться пока не удалось. Практически все ребята здесь, за исключением двух игроков молодежной сборной, которым мы дали отдохнуть. Причем Ибрагим приедет немного пораньше, так как он не играл в последнюю официальную игру. Петрову мы дали отдохнуть побольше, потому что он практически провел три полноценных игры за молодежку. Две официальные, одну товарищескую. И нет верховцев, который со дня на день должен приехать после реабилитации из Германии. Играет музыка. Играет музыка. В начале подготовки к сезону тренерский штаб не стал, по примеру, зимних тренировочных сборов истязать футболистов большими нагрузками и работой без мяча. После небольшой пробежки и игры в квадратах команда приступила к игровым упражнениям. В тренировочном занятии принимали участие первый новобранец, подписанный крыльями в этом межсезонье, Петр Немов, и вернувшийся из аренды в Ярославский шинник Александр Елисеев. Последний был, пожалуй, самым активным на поле. Без раздумий включался в борьбу за каждый мяч, с предельной концентрацией отрабатывал во всех без исключения эпизодах и в результате стал самым результативным игроком двухсторонки. Постараюсь доказать, что нужно команде играть. Думаю, что поменялся в плане футбола и во всем. Буду доказывать на тренировках, на сборах. Вскоре ожидается прибытие на сбор и других новичков клуба, но фамилии футболистов, с которыми ведутся переговоры, тщательно держатся в секрете. Мы обязательно будем следить за всеми изменениями в составе «Крыльев» и ходом подготовки нашего клуба к новому сезону. А значит, вы узнаете все из первых рук. Приступил к работе и молодежный состав «Крыльев». Пока футболисты отдыхали, произошли перемены на тренерском мостике дубля. «Крылья» не стали продлевать контракт с Александром Бабановым, а роль главного тренера доверили Владимиру Кухлевскому, который много лет работал в тренерском штабе «Крыльев». Сначала в основном, а затем и в молодежном составе. Помогать ему будут хорошо знакомые самарским любителям футбола специалисты Василий Мазур, Равиль Аряпов и Виктор Гаус. Давайте заглянем на тренировку дублеров и узнаем, какие еще перемены ждут нашу молодежку. На тренировке молодежного состава можно увидеть футболки всех цветов радуги. Лишь половина состава занимается в традиционных синих майках. Увы, самарцы вышли из отпуска не без потерь. Продолжают лечиться Максим Полиенко и Павел Семеняка. Да и Валерий Почевалин крайне не вовремя потянул мышцу. Врачи составили для него индивидуальную программу. Те, кто в строю, занимаются с удвоенным рвением. Ведь первый сбор для дубля носит не только тренировочную, но и селекционную функцию. На просмотр в Самару приехала целая группа футболистов. Правда, контракт будет предложен далеко не всем. И стратегия развития молодежного состава не претерпит существенных изменений. У нас приоритет будет все равно оставаться за местным контингентом. Мы будем выбирать из местных в основном людей. Ну, человека может 2-3. Если, конечно, они будут сильнее и выше по мастерству наших, то, возможно, вариант, что кого-то может присмотреть. За тренировкой резервистов внимательно наблюдал тренерский штаб основного состава. Что именно вызвало повышенный интерес Андрея Кобелева? Работа обновленной команды тренеров или изобилия новичков неизвестна. Но для молодежи это стало еще одним весомым стимулом. В конце занятия – двусторонняя игра. Тренеры поделили своих подопечных по простому принципу. Старички им достались зеленые манишки против новобранцев в красном. Последним не позавидуешь. Нужно за короткий промежуток времени проявить все свои лучшие качества. А ведь играть приходится на фоне серьезных нагрузок. Завтра у нас, можно так сказать, двусторонняя игра. Мы неделю отработали в хорошем режиме. Они выполнили, в общем-то, все, что мы наметили. Сейчас немножко им даем небольшую паузу. Чуть сбросили нагрузку. Завтра игра на усталости. И так, и так будет играть. Надо просто ребят хорошо проверить. Пусть немножко отдастся. Недавно случилось знаковое для молодежного состава событие. Команда Владимира Кухлевского теперь живет на базе вместе с Основой и тренируется по соседству на втором поле, где совсем недавно было уложено новое искусственное покрытие с подогревом. Вскоре начнутся тренировки и на натуральной траве на втором поле Металлурга, где тоже завершаются работы по реконструкции. Скажутся ли эти перемены на результатах команды, увидим совсем скоро. Разочарование. Пожалуй, это самое мягкое слово, в котором можно описать чувства и эмоции болельщиков после заключительной, третьей игры группового этапа чемпионата Европы, которую сборная России провела против Греции. Примечательно, что горечь фанатов вызвал не только результат и игра наших сборников, но и слова, которые после матча были сказаны лидерами национальной команды. Впрочем, как бы ни кипели эмоции, мы постараемся поговорить об этом максимально объективно. Евро-2012 обсуждаем с Иваном Тарановым. Вань, тяжелый был сезон. Как отдохнул? Куда ездил? Отдохнул хорошо. Ездил домой. Ездил в Германию к родственникам. К родителям съездил. На рыбалку удалось все-таки выбраться мне за такой долгий промежуток, сколько я хотел очень давно. Первый раз все-таки съездил в Астрахань. Но не скажу, конечно, что прям супер, но нормально. Главное, отдохнули хорошо там. И рыбы, конечно, привезли. Все-таки главные события этого лета, чемпионат Европы. Следишь ли за играми, смотришь? Ну, естественно, конечно, да, что сейчас, так как нет чемпионата России, конечно, и следишь за Европой. И за нашей сборной в том числе. Конечно, обидно, что так. Наша сборная выступила не очень хорошо. Поэтому есть немножко разочарование от чемпионата. В общем, из-за того, что сборная так сыграла. Перед началом турнира, и особенно после первого матча, очень большие были ожидания. И у болельщиков, и у руководителей российского футбола говорили, что у нас самые высокие цели. Вот на твой взгляд, это было оправдано? Очень многое ждать от этой команды? Ну, на самом деле, я в том числе, наверное, ждал большего, во всяком случае, от того, как выступила наша команда. Но я не знаю, что произошло, что случилось, наверное, там, сейчас. Люди разбираются, прежде всего, сами в себе, наверное. И каждый из футболистов, который играл, я думаю, думал и надеялся до конца, что так не получится. Но так сложилось уже, но что сделаешь? Жизнь продолжается, наверное, для них и для нас, для всех. И поэтому все впереди у нас, я думаю, нужно только вынести из этого правильный урок, и все. Наверняка футболисты все-таки немножко по-другому смотрят футбол. Вот на твой взгляд, в чем главная причина неудачного выступления? Ну, я бы не назвал бы это, наверное, причиной, а скорее всего, с течением обстоятельств. После первой игры такая эфория, наверное, все-таки присутствовала, что обыграли Чехов так легко, 4-1. Возможно, где-то расслабились, наверное, почувствовали, что одна из сильных команд мы на этом чемпионате. И люди вышли просто, и греки, и поляки вышли с таким настроем, что просто за счет настроя обыграли нас. И одни и другие, ну, с одними ничего сыграли, а другие обыграли. Поэтому, я думаю, здесь нам не хватило прежде всего желания того, мотивации, ну, не мотивации даже, скорее всего, желания. Ну, непонятно мне, почему так все-таки произошло, почему не хватило желания. Ну, на мой взгляд, конечно, и греки, и поляки все-таки превзошли нас в желании. После особенного матча с Грецией на сборную обрушился просто шквал критики. Вот на твой взгляд, она обоснована? Ну, конечно, обоснована. Когда команда проигрывает, когда не забивает, когда и играет так, что я, опять же таки, говорю, да, что желания как такового было меньше, чем у другой команды, которая играла против нас. Поэтому, естественно, критика, она всегда присуща. Поэтому здесь, я думаю, да и футболисты сами понимают, что без этого никуда. Кроме критики чисто игровых каких-то футбольных действий, кроме разговоров о мотивации, очень много разговоров вызвали высказывания футболистов после матча и, в частности, реакция на вылет. Наверняка тоже следил за тем, как эти события развивались. До сих пор очень много на эту тему высказывается мнений. Вот на твой взгляд, почему так получается и не является ли такой негатив в отношении сборной следствием, в первую очередь, даже не вылета из турнира, а именно того, что происходило после игры? Я не думаю. Много говорили о том, что адвокат как-то не так относится к нашей стране. Еще что-то много искали каких-то причин в этой неудаче. Но здесь мне оценивать сложно. Я не знаю обстановку внутреннюю, которая там была, поэтому здесь говорить за какие-то высказывания игроков, каких-то других людей, специалистов. Я лишь имею свое мнение. И мнение мое одно, что действительно, наверное, первая игра нас немножечко все-таки вознесла над самими, ну, над сами собой. Люди возвысились, поэтому и немножко как-то так халатно отнеслись к следующим играм. Сборной России на чемпионате Европы уже нет, но сам турнир продолжается. Самое интересное впереди. Есть какие-то сборные, которым ты, ну, может быть, симпатизируешь? Ну, есть, да, конечно. Мне сейчас нравится, как играет Франция. Очень такой комбинационный футбол они показывают. В пас играют быстро, здорово. Ну, естественно, испанцы. И последнюю игру мне очень понравились португальцы. Кто, на твой взгляд, является главным фаворитом? Ну, думаю, все-таки испанцы и французы. Сейчас все говорят о том, что нашей сборной предстоит очень много перенести перемен, что нужно строить новую команду, и кто бы ни стал тренером, впереди большие обновления. Вот для тебя это является какой-то дополнительной мотивацией, потому что во вторую сборную ты вызывался совсем недавно, и защитники центральной сборной все возрастные, и самое главное, что центр обороны и без того является слабым звеном в команде. Чувствуешь, что вот сейчас можно попасть в главную команду? Я бы, наверное, не сказал что-то, но у нас центр обороны являлся самым слабым звеном. Единственное, то, что пропустили от греков такой мяч, ну, это ошибка. Одна ошибка, которой греки воспользовались. А так, в целом, я считаю, обороны сыграли неплохо вообще на чемпионате, хоть и такой результат, да, отрицательный. Но то, что касается мотивации, она есть, естественно, всегда, какой бы тренер ни был. Ну, и, может быть, в некоторой степени, конечно, да, я сейчас не знаю еще, кто придет туда, но, естественно, как бы это... Хочется верить в то, что не за горами попадание в сборную. Стремишься к этому всегда и ставишь перед собой, естественно, цели, чтобы попасть сюда. А там тренер выбирает состав и выбирает тех игроков, которые ему нужны. От нас зависит, что хорошо играть и хорошо играть в первую очередь в клубе. А там уже не за горами, я думаю, и в сборной. Раньше очень много отечественных тренеров работали со сборной. В последнее время работают иностранцы. На твой взгляд, все-таки для сборной России какой вариант лучше, чтобы был свой тренер или пригласить иностранного специалиста? Ну, это такой вопрос неоднозначный. С хидингом сыграли хорошо, с российскими тренерами так, с тренерами. Я не помню, чтобы так хорошо команда играла. Во всяком случае, на моей памяти я не припомню такого. Поэтому здесь... И мне сложно оценивать этот фактор, что влияет ли российский тренер или какой-то тренер зарубежный. Не знаю, когда команда играет хорошо, тогда, наверное, и каждый говорит, что тренер высококлассный и команда. Поэтому здесь сложно сказать. Но я надеюсь, какой бы тренер ни пришел, просто сделают люди вывод из того, что так неудачно сыграли. И все-таки, наверное, тут больше всего зависит от самих футболистов. О том, как они это все просто переживут и какие ошибки они для себя извлекут, и чтобы это в будущем не повторить. На этом наша программа подходит к концу. С вами был Дмитрий Петров. Увидимся ровно через неделю в программе «Футбольный регион» на канале «Губерния», в портале чемпионат.ком и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока! Субтитры подогнал «Симон»